Друзья, всем привет! Сегодня у нас достаточно длинное 20-минутное видео из рубрики для новичка. Мы уже рассмотрели о том, в какой квартире лучше, как должно располагаться, кому стоит, кому не стоит заводить. И пришло время выбрать свою первую муравьиную колонию. Я надеюсь, вы подойдете к этому вопросу основательно и задумаетесь хорошенько над этим. Я вам постараюсь в этом помочь, задуматься о том, что, ну, наверное, не стоит тупо покупать сразу же жнецов, потому что кто-то там где-то советует. Объясню, почему в основном только в России советуют именно жнецов, как волшебный вид именно для новичков. И так как в этом видео особо нет, куда можно подставить кадры какие-то с муравьями, поэтому я запихнул свою собаку. Мы погуляли в лесу, кадры довольно красивые, так что заваривайте чаёчек, посмотрите на пёселя, радостно гуляющего по лесу. Я надеюсь, вам будет и интересно послушать, и приятно посмотреть. Итак, вы решили завести свою первую муравьиную колонию и думаете о том, какой же лучший вид вам выбрать для начала. Делаете соответствующие поисковые запросы и почему-то везде предлагают именно муравьёв-жнецов. На каждом углу, где продают самые дешёвые муравьиные фермы, почему-то без альтернативы предлагают только жнецов, как волшебный, идеально подходящий именно для новичков вид муравьёв. Так вот сегодня я вам постараюсь рассказать и объяснить, почему же так происходит, что там где дешёвые фермы продают, предлагают только муравьёв-жнецов. А также расскажу про другой вид муравьёв, который, возможно, вам подойдёт гораздо больше в качестве своего первого и основного вида муравьёв. Итак, почему в России так популярно предлагать муравьёв-жнецов в качестве начального набора с каким-нибудь дешёвым фермикарием? Так вот, чаще всего жнецов продают под видом месорструктора. Хотя это абсолютно неверно, так как уже несколько лет назад вид разделили, и сейчас месорструктор – это европейские жнецы, которых у нас в России вообще нет. Под видом месорструктора на самом деле продают косокормов, мутикусов, дентов и так далее. Самых обычных муравьёв-жнецов с юга России. Летят они, как правило, в Волгограде в апреле. То есть в апреле у муравьёв происходит брачный лёд, где самцы и самки в воздухе совокупляются, после чего маток отлавливают и сажают по пробиркам. В этот-то момент все производители и покупают муравьёв сразу на целый год, запасаясь, чтобы в течение всего года продавать. В этот момент, в апреле, они максимально дешёвые. Зимой их взять, маток в природе негде. Всё происходит именно в апреле при массовом лёте. Их рассаживают по пробиркам и отправляют. Кто-то даже не рассаживает, а прям так отправляют в коробках, в контейнерах кучу-кучу маток. А дальше уже продавцы рассаживают по пробиркам. Так вот, в этот момент цена за матку составляет от 20 рублей, если они там в контейнеры рассыпью, до максимум рублей 50, если это прям дорогая хорошая пробирка с хорошей... Ну, большая пробирка, где они по одиночке сидят, где хороший тампон, хорошая вата, чистенько аккуратненько. Вот. То есть, на начальном этапе у нас цена матки составляет от 20 до 50 рублей. Ну, пускай будем считать рублей 50. С доставкой, со всеми потерями и так далее, выходит, ну, максимум 100 рублей. Настолько дёшево, ну, никакие другие муравьи, в принципе, не купить. Разве что там, ну, я не знаю, каких-нибудь ниггеров только. Это садовый лазиус-ниггер, садовый муравей. Они и мелкие, и неинтересные, и полгода в холодильнике живут и так далее. Попозже сравним, кстати. Так вот, дешевле, чем женицы, в принципе, на начальном этапе колонии не купить. Вы также можете без проблем покупать муравьё в апреле, они максимально дешёвые. То есть, в розницу там продают и по 200, и по 150 рублей кто-то, и там по 300 максимум. Вот. А дальше цена, соответственно, растёт до, соответственно, следующего апреля. Постепенно-постепенно она с каждым месяцем чуть-чуть увеличивается. Матки полетели у нас в апреле, и после этого с ними никто ничего абсолютно не делает. Потому что для матки важно только её посадить в нормальный инкубатор, где хорошая влажность. Всё, с ней больше не надо ничего делать. Их убирают, как правило, в коробки, там в шкафы какие-то тёмные, чуланы, в ящики. Всё, их не трогать, с ними вообще ничего делать не надо. Матка будет в течение двух месяцев выводить своё первое поколение рабочих. Сначала она отложит яйца, потом за ними будет ухаживать. Из яиц появятся личинки, из личинок появятся куколки, из куколок появятся первые рабочие. До этого момента не надо их ни кормить, ничего за ними ухаживать. Вообще ничего делать не надо. Просто дайте матке сделать своё дело. В природе она там под какой-нибудь камень прячется и, в принципе, выводит своё первое поколение. У неё всё для этого есть. Её в муравейнике заранее к этому делу подготовили. Соответственно, и продавцам не надо ничего делать. Купили, положили и всё. И до лета не надо ничего делать. К лету, к началу лета, как раз матка и выведет своё первое поколение. Это 15-40 рабочих. После этого муравьёв можно первый раз покормить. Насыпать им немножко мака и всё. Вот вся миссия сделана. Как правило, после кормления в начале лета, маток убирают вообще до конца лета. Ну и, соответственно, в конце лета, когда уже пробирки совсем в негодность пришли, их, соответственно, меняют, переселяют муравьёв из одних в других. Я же в этот момент обычно переселяю их в инкубаторы, чтобы муравьям было место, чтобы они дальше могли развиваться. Ну, в основном, насколько я знаю, только я так делаю. Матка так и продолжит яйца откладывать. Соответственно, они начинают там друг друга есть, ничего хорошего не происходит, пробирка грязнеет, силы матки тратятся, её здоровье ухудшается и так далее и тому подобное. Лучше, конечно, покупать муравьёв в апреле или в начале лета, если вы хотите их купить в пробирке. Ну вот, а дальше в инкубаторах. Либо подождать следующего года и также купить подешевле. Плохие же продавцы берут и из одной пробирки переселяют в другую. И так до бесконечности. Так они, соответственно, как только пробирка приходит в негодность, переселяют. Но при переселении, так как матка уж в начале лета она ещё вывела 15-40 рабочих, это её первое поколение, это и есть максимальная вместимость пробирки. Поэтому в новую пробирку очень сложно всех муравьёв переселить. А матка-то так и будет яйца откладывать. Соответственно, при переселении, как правило, берут, перекидывают матку и перекидывают там десяток рабочих. Потому что физически очень сложно всех остальных закинуть. Ну, точнее, профессионал это может сделать, ну, за полчаса. Но никто не будет полчаса на пробирку тратить. Годовой запас там 500 тысяч пробирок. Не будут с каждой сюсюкаться. А перекинуть матку ещё там десяток рабочих можно буквально за 2-3 минуты. Поэтому такая колония и в дальнейшем будет медленно плохо развиваться. Но продавца-то это не особо должно волновать. Его волнует только его время, как правило. Его трудозатраты. Их в пробирках никто не кормит белком. И эти бедные мурашки на своих маковых зёрнышках всю жизнь не живут. Пока их не переселят в формикарии и не начнут нормально кормить. Так вот и получается, что муравьи жнецы это абсолютно идеально, волшебно подходящий вид для новичков-продавцов дешёвых формикариев. Потому что они дёшевы на старте. Их можно купить на целый год. Их можно продавать вместе с дешёвыми фермами. А если морить их голодом и не кормить белком, постоянно убирать лишних рабочих, пересаживая из одной пробирки в другую, поддерживая их к численности в количестве 15-40 рабочих по вместимости пробирки. Так это же даже лучше, потому что можно продать дешёвую фермочку размером с тетрадный листочек, с листочек А4 маленький, 20-30 см фермочка. И они, эти муравьи, бедная матка, которая вообще ни разу белка не видела, которой постоянно приходилось выводить первое поколение, она будет им дальше медленно выдавать яйца по 3 жалких яичка в неделю. Соответственно, она будет долго эту ферму заселять. Идеальные муравьи. В России, кстати, есть ещё более дешёвый вид, чем женицы. Это муравьи вида лазиус нигер, в простонародье нигеры. Так вот, эти муравьи настолько дёшевы, что я, например, даже их бесплатно раздаю, потому что, ну, когда они у меня есть, потому что летят они очень массово, обитают на всей территории России, да и, в принципе, за деньги особо никому и не нужны. Эти муравьи тоже хорошо подходят для новичка, и многие рекомендуют их как альтернативу женицам, в том плане, что за ними просто ухаживать, они очень дёшевы. Ну, а минус в том, что они настолько маленькие, что даже там 20-сантиметровая ферма для них может быть большая, особенно для новичка, который плохо будет за ними ухаживать. Тут как бы уже проблема с другой стороны, что для таких маленьких муравьёв они не особо интересны, могут показаться, особенно в пробирке, не особо кто-то их захочет, в принципе, за деньги покупать, да ещё и ферму к ним нормального размера не продашь, что тоже что-то очень-очень маленькое, и на этом, в принципе, не заработать. Поэтому вот их-то тоже не продают. А теперь, как и обещал, расскажу про вид, который, возможно, многим покажется более подходящим для новичка, и, возможно, многие захотят купить его в качестве первого и основного вида, в отличие от тех же женицов. Сейчас объясню почему. Это вид компонатус никобаренсис, в простонародье их называют никами. Так вот, этот вид, можете посмотреть, как он выглядит, это слева у нас женицы, а справа ники. Ну, как минимум, он ярче, красивее и гораздо интереснее выглядит, я думаю, с этим сложно поспорить. К тому же, ники крупнее, что тоже является больше плюсом, чем минусом. Они более подвижны, что больше в плюс, наверное. Они более агрессивны, то есть, в будущем за ними гораздо более интереснее наблюдать. К тому же, это муравьи считаются экзотическими, потому что, в отличие от женицов, которых просто с юга России, там, с Волгограда, они обычненькие, черненькие, обычненькие какие-то женицы, то это у нас компонатус никобаренсис, извините, экзоты уже, потому что они обитают в Китае. Это тоже южный вид муравьев, тоже не требующий зимовки, у них тоже хорошо развит полиморфизм. Это разница между маленькими рабочими и большими крупными солдатами. То есть, и у тех, и у других разница не только в размере, но и в форме, в строении тела. Я считаю, и многие со мной согласны, что и ники, и женицы примерно одинаковы по сложности, если вы собираетесь за муравьями нормально ухаживать. То есть, что те, что другие могут, в принципе, выживать во влажности от 60 до 100%. Конечно же, лучше поддерживать нормальную влажность для муравьев в районе 80, но какие-то там засухи, какие-то перевлажнения, болотцы и те, и другие, переносят примерно одинаково. К тому же, если вы собираетесь нормально ухаживать за женицами, их тоже нужно кормить нормально белком. Хотя бы раз в недельку. Я думаю, если вы кормите женицов раз в недельку, то кормить ников так же раз или, а лучше, два раза в неделю, ну, примерно одинаково по сложности. Всех муравьев, любых, надо кормить белковым кормом. Вообще, неважно, насколько вид простой, в любом случае, все муравьи едят других насекомых, и в любом случае придется кормить. Если вы нормально ухаживаете, если вы не хотите, чтобы у вас там матка три яйца в неделю откладывала. Ну вот. Если будете нормально кормить один-два раза в неделю, что, в принципе, ну, я не думаю, что это какая-то сложность. И женицы, и ники, они могут перенести голодовку, там, и две недели, если вы до этого хорошо кормили, оставили на две недели, в принципе, они переживут. Можно кинуть и тем, и другим просто обычную, там, пробирку с водой на арену, да, в качестве поилки, и те, и другие перенесут засыку, отсутствие увлажнения, там, в течение пары недель. То есть, если надо отъехать, ну, примерно одинаково, и те, и другие выживут. То есть, в моем понимании по сложности они одинаковые. И многие, повторюсь, считают того же мнения. Ну, хотя продавцы, наверное, дешевых формикариев, продавцы женицов скажут, что нет, женицы на самом деле проще, их можно вообще там белком не кормить, но это все чушь собачья. Например, я продаю женицов, и я не продаю ников. И вот я почему-то говорю честно, как оно есть, что, пожалуйста, купите в другом месте ников. Я даже не представляю, когда у меня эти ники появятся. Много лет не могу ими обзавестись и продавать. Возможно, когда-то будут. Ладно, сейчас не об этом. Хотя, наверное, это был плюс в пользу моих слов о том, что, ну, пожалуйста, берите ников, которых у меня нету, в отличие от женицов, которых у меня есть. Есть один очень важный параметр, почему женицы могут быть хуже, чем ники. Так вот, у женицов есть один такой минус, который для меня, например, очень-очень важен. И для многих, кто в конечном итоге доводит колонию до большой численности, большая численность, она при нормальном уходе, что женицы, что ники могут откладывать, одна матка может откладывать до 50 яиц в день. Это тысячи рабочих, это около 10 тысяч рабочих в год. Это очень большое количество муравьев. Это, ну, примерно метровый формикарий за год. То есть, когда колония уже разрослась, там, до тысячи рабочих, когда матка набрала форму, когда вы активно кормите, когда у колонии большой запас питательных веществ, налажены процессы, да, у муравьев есть хорошая профессия, матка спокойненько откладывает огромное количество яиц. По количеству расплода там, ну, сотни, сотни, да, реально сотни расплодов на разных стадиях. И в этом, для этого понадобятся большие формикарии. Вот. Примерно метровые формикарии за год. Так вот, есть минус у женицов, важный для меня. Итак, женицы на арене постоянно перерывают песок, куда-то его таскают, что-то с ним делают и портят абсолютно весь декор. Когда колония большая, она начинает грызть все там украшения, все деревья. И самое-самое плохое, ладно, хоть бы просто песок таскали. Они еще и грызут все, так они, ну, на арене декор, то есть они все переставляют, они, ну, такие они, женицы эти. Так они еще и, зараза, пачкают стенки арены, их полосуют, оставляют свои следы, оставляют свои метки. Посмотрите, как это выглядит. И чем больше колонии, тем больший процент рабочих этим занимается. Даже если им поставить метровую арену, они ее пачкают просто. И хуже того, что ты только протрешь эту арену, они тут же прям вот прям сразу начинают все пачкать. В этом, конечно, большой минус женицов. Потому что пока колония маленькая, она выглядит красиво, все выглядит хорошо. Но когда колония становится большая, арена просто какая-то какашечная, противная, абсолютно некрасивая. То есть в таких вариантах только там какой-нибудь, я не знаю, большой аквариум и обязательно без крышки с антипобегом. Только так можно за ними как-то наблюдать. Но в любом случае они и стенки измазюкают, и декор будут портить и так далее. А компонотус почти не трогают декор. У них даже песочек, вот как он лежал, так и лежит. То есть они ухаживают за ходами. Если вы все правильно делаете, постепенно открываете, у вас в ходах будет чисто. Ники будут ухаживать. Если вы поддерживаете хорошую влажность гипса, гипс будет чистый, замечательный. Они менее востребованы к тому, чтобы что-то грызть. А арена вообще не тронута. Просто они выберут себе мусорку, будут туда аккуратненько складывать. И все, и арена будет выглядеть замечательно. Большущая колония, тысяча рабочих, куча солдат. И все это выглядит замечательно в течение года. Не надо ничего трогать.